Попасть в сказку и зарядиться праздничным настроением в Мариуполе открылась резиденция Святого Николая. Мастер-классы, игры и танцы. Как развлекают детвору, видела Елена Уланова. На входе снежинки, ёлка и светящиеся олени. Это резиденция Святого Николая в Мариуполе. Она открылась в городском центре художественно-эстетического творчества. Маленьких гостей встречает сам хозяин вместе со своими помощниками. Песни спевали? Верси учили? Да! Первыми подарки получили дети из интернатов. Глеб – воспитанник Центра художественно-эстетического творчества. В сказочную резиденцию пришел вместе с друзьями. Мальчик еще не решил, какой подарок хочет получить от Святого Николая. Я ничего не хочу. Я хочу, чтобы он тоже мне дал то, что он сам подумает нужным. Девятилетняя Катя тоже мечтает о сюрпризе. Говорит, пока волшебник приносил ей только сладости. Я не знаю, чего я хочу, но хочу, чтобы что-то не особенное. Среди забав резиденции – игры и танцы с героями любимых сказок. А еще здесь проводят мастер-классы. Все желающие могут опучиться декоративно-прикладному искусству. Целый тиждень до 19 числа дети смогут тут бывать, спілкуваться с Святым Николаем, рассказывать ему свои таемные божания, писать листы, бывать в разных майстернях. Филиалы резиденции Святого Николая откроются на этой неделе еще в трех районах Мариуполя. Будут привозить детей не только жители города Мариуполя, которые находятся у нас в школах, в интернатах, но и из городов Донецкой области, именно южной части Донецкой области. Праздничное настроение и подарки в резиденции Святого Николая раздают детворе каждый день до 19 декабря с 12 до 17 часов. Елена Уланова, Валерия Семичихина, Виталий Шосток, Телеканал Донбасс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова